Алтайский край А вот гибель барнаульского второклассника от Менингита спровоцировала массовую панику среди граждан. Трагический случай произошел с учеником барнаульской школы номер 133. Журналисты Банк Факса, ссылаясь на региональный Минздрав, сообщают, что по предварительным данным к семье мальчиков в гости приезжали родственники из Центральной Азии, которые могли быть переносчиками инфекции. Журналисты Бийского рабочего рассказали, что крыша Осановского особняка наконец-то начала принимать исторические цвета. Здание музея в старом центре Наукограда давно вызывает скорее грусть и досаду, чем восхищение. Некогда прекрасный особняк купца Осанова осыпается. На ремонт было выделено более 2 миллионов рублей, работой планируют завершить до конца марта. На каком этапе реконструкции продолжится ли она, читайте на Бийском рабочем. О власти Барнаула думают, как благоустроить набережную. По сообщению журналистов московского комсомольца на Алтае, чиновники города намерены внести изменения в проект туркластера. Это необходимо сделать для того, чтобы начать строительство набережной Барнаулки протяженностью от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского. К сожалению, других подробностей в прессе пока нет. Зато известно, сколько денег Алтайский край получит на развитие спорта. Более 700 миллионов рублей. Планами на этот год и до 2024 поделился министр спорта Алексей Перфилев. Подробное интервью есть на страницах информационного агентства «Толк». Также Перфилев отметил, что из краевого бюджета в 2019-м на развитие спорта выделено более 1 миллиарда рублей. Эти средства планируют направить на покупку инвентаря и ремонт спортшкол региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова